На своем месте, если бы я не стала стоматологом, у меня бы была такая же история, как у вас. И каждый раз, когда мне пишете, у меня слабая эмаль, у меня кариес, у меня начинает трясти. Ребята, нет такого диагноза слабая эмаль. Если ваш стоматолог сказал, что у вас слабая и хрупкая эмаль, этот стоматолог тоже не знает структуру поведения полости рта. Но я защищала диссертацию по молекулярной медицине. Я понимаю, что происходит с клетками, когда на них влияет кислот, что с ними происходит. И по природе вам все дано. Просто это нужно правильно сохранить. Перелеченные зубы тем более, потому что любая бактерия, она более любит жить на пломбе, чем на вашем зубе. Пломбы еще более мелкую шероховатость имеют, микроскопическую. И бактерии на пломбе еще больше развиваются. Если у вас пломбы на пломбе, вам бегом на мой марафон, чтобы больше эти пломбами не выращивать кариесы, чтобы пломбы были в достойном уходе. И чтобы вы вовремя все-все-все факторы знали, чтобы такого бы не было. Не ем сахар, не пью кофе. В один миг испортилось, но я ела много фруктов. Сто процентов. Знаю, у меня у самой был такой период, когда я очень много... Я вообще ем всю жизнь много фруктов. Но я вижу, что у меня шейки зубов. Они пигментируются быстрее, когда я кофе пью. А почему? Потому что сначала воздействие очень большого количества фруктов. У нас там есть и кислота во фруктах, и сахар. И они все равно влияют на шейки. Поэтому очень деликатно шейкать зубы. Особенно зубными пастами современными. Зубные пасты стирают эмаль, калечат эмаль. Поэтому очень нужно деликатно. И вот когда я вам расскажу каждый аудит своих действий, вы поймете, как этого избежать. После каких фруктов нужно не чистить зубы? Что нужно сделать после каких фруктов? Это все есть на марафоне. Отдельно у нас есть урок про питание. Ребята, у нас у всех были отличные, прекрасные зубы. Но надо сохранить тот факт, который есть. Как часто нужно чистить зубной ниткой? Смотрите, бактериальная бляшка. Если вы ее не счищаете в течение 48 часов, правильно, то есть вы зубной щеткой очищаете 3 поверхности зуба. У каждого зуба 5 поверхностей. Если вы в каком-то месте не прошлись зубной щеткой, или там ирригатором, или зубной ниткой, причем зубной ниткой тоже надо правильно. Настолько может быть человек приходит и говорит, я пользуюсь зубной ниткой, я пользуюсь зубной ниткой. Когда я им показываю новые методики, он говорит, блин, если бы я знал. В общем, суть такая, что если вы в какой-то поверхности за 48 часов не сняли, не разорвали бактериальные цепи, да, вот бактерии подружились между собой, и вы там их не счистили механически, то эти бактериальные связи настолько плотные, что только профессиональная чистка может их снять. Понятно? И потом люди ходят на профессиональную чистку, говорят, о, я ходила на профессиональную чистку, у меня появились щели, потому что, опять же, вот эти бактериальные цепи, они долго лежали на какой-то поверхности. Давайте закроем вопрос, почему нельзя ставить виниры. Ну, первое, вы поняли, да, ребят, заболевание парадонта, тканей вокруг зуба. Они бывают острые, бывают хронические, острые протекают с обильным отеком десны, да, какими-то симптомами, а хронические, они вяло-текущие, практически для пациента незаметные, они проходят под десной, и человек не замечает их, а годами, годами, а потом резко десны вдруг упали, просили, или они часто говорят, вот я сходила на чистку, у меня щели появились, не могут от чистки появиться щели. Значит, врач прочистил бактериальный налет, который достаточно долго сидел, и у вас даже белый камушек, он может быть еле заметный, но врач его отполировал, и вы говорите, у меня там врач сделал щель. Неправда, ребят, это невозможно просто. А есть лайфхак, может перед кислотой фрукты мазать гелем, а после еды смывать. Конечно, есть лайфхаки, правильное использование ирригатора вовремя, да, воды. У нас вообще все гораздо проще в этом мире. Люди иногда усложняют, химикаты добавляют ненужные, и гели тоже ненужные. Как часто должна профессиональная чистка быть? Тоже зависит от степени загрязненности. А степень загрязненности зависит от того, как вы едите, например, и в каком регионе вы живете. Например, прошли, вы не проходили мой марафон, у вас есть свой определенный этап поведения, приемов пищи, да, и очищение, ритуал вечером, иногда через вечер, например, какие-то вечера вы забываете, вечером чистить зуб. И у вас какой-то интенсивностью, да, плюс у вас вода, например, жесткая, у вас какой-то интенсивностью по-своему откладываются поддесневые отложения. Соответственно, вам нужно чище, чаще, тем мне, потому что я знаю, как нужно ухаживать, да, потому что я этим годами, 20 лет я этим занимаюсь. но я хожу на чистки, ребят, потому что 5 поверхностей зуба, когда они все гладкие, вот ошибка людей, то, что они зубной щеткой драют передние поверхности, а зуб, светло-белая улыбка, он от чистоты все пяти поверхностей, потому что преломление света, да, идет и между зубами, и от боковых поверхностей. Если у вас только задняя поверхность правильно не прочищена, то преломление света меняется. Когда мне люди подходят и говорят, Олеся, у тебя винир, у тебя такие зубы светятся, они так светятся. Это от чистоты всех пяти поверхностей, потому что преломление света другое. Я люблю эффект после чисток, обожаю просто, когда мне чистят зубы, я это делаю раз в год себе, и только потому что я... Это как чистка для лица. Я очень люблю чистки для лица, но делаю это раз в полгода, раз в год, потому что я заметила, что когда делаешь гидрофешл и ультразвуковую чистку, у меня в какое-то время пора появилась, прям дырка под порой. То есть пора чистая, а там дырка. Я поняла, что она забивается, мне отсасывают этот гидрофешл, и ультразвуковой лопаткой коллаген кожи ломает. Я стала реже ходить, понимаете? От всего есть зло и польза. И наоборот, если вы такие говорите, да ладно, что там она, марафон какой-то, я схожу просто на чистку раз в три месяца. Наоборот, да? То есть нужно настолько грамотно, гармонично к своему телу, относиться, что иногда профессиональные чистки не должны быть слишком часты. А есть люди, которые, ну вот, например, у нас есть сейчас подросток на лечении, он такой, ну такой жирный, этот подросток, выглядит как пять меня. Он, я не знаю, мама, короче, мама реально, она на холодильник замок повесила. Он, телевизор, ну он, обесите, мне кажется, у него недоразвитость еще есть немножко, потому что он немножко какой-то ограниченный. Так его мама привозит каждые три месяца. Потому что, если ему, и во-первых, ему не доходит, да, то есть мама не может объяснить, он в своем мире живет. Говорю, если холодильник мама закрыла на замок от него, то есть там такие меры жесткие с таким подростком, так ему нельзя зубы не чистить. Через полгода он просто без зубов останется. Ему, его гораздо чаще привозят. Сначала его приносили каждые два месяца, потом мама стала больше гигиены, его каждые три месяца прочищают, да, и нужно эту категорию отследить. Как больше, чем больше у вас знаний про ежедневный уход, да, тем меньше вероятности, что вы вообще будете говорить, Олеся, слушайте, я вообще два года не ходил, мои пациенты иногда даже расстраивают, которые вот много лет со мной, они говорят, я два года вообще зубы не проверял, мне, еще я пришел, у меня все хорошо, я типа, и они все реже и реже начинают. Потому что когда человек уже думает, что он такой совершенный, у нас есть циклы, у нас есть циклы поведенческие, я часто замечала, особенно у успешных людей, у них тоже бывают этапы, когда в жизни завал работы, завал в семье, и даже суперидеальный человек меняет должность, меняет мелкую привычку, бац, приходится совсем другим состоянием, ты наблюдал этого человека 10 лет, а он резко приходит, и ты начинаешь разбирать, он говорит, блин, у меня тут по кредитам были проблемы, то, 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 я реально вот это, вот это перестал делать, Олеся, жалко, что тебя давно не видела, там период прошел, я говорю, слушай, ты что, давай приземляйся, я все, ко мне приходят люди уже такие состоятельные, с ними очень легко в денежном эквиваленте разговаривать, я сразу им говорю, сколько будет счет, если он еще раз запустит свои зубы, и они, знаете, сразу резко вспоминают про все правила, и начинают вставать в русло, то есть у нас у всех, у меня даже и был психолог, который, я сделала улыбку, она на первом канале выступала, у нее зубы просто, я вообще, там, прошло 10 лет, я влюбуюсь ее улыбкой, и приезжает, она спустя 10 лет, я прилетаю с Майами в Казань принимать, она приезжает на консультацию, я смотрю, у нее на переднем зубе, такая, короче, проедена, я говорю, так это вредная привычка от чего-то, или семечка, или ноготь, ну как так, она говорит, и у психолога бывают свои периоды, то есть я выявляю привычку ее, ну потому что это не свойственно ей было, и она говорит, у меня был такой период, когда я ушла с семечками перед телевизором, это очень известный психолог был, так ли вреден в ТОР, я вам объясню, как вчера своему сыну, он мне тогда подходит, мама, у нас что, зубная паста с вредными химикатами, смотри, на ней красный, там этот, на ней красный значок, паста, он мне говорит, я видел в ютубе, мама, хотя у меня на марафоне есть, но я же с сыром такие вещи не рассказываю, как разбираться в зубных пастах, он мне говорит, мама, если зеленый, это меньше всего химии, если синий, это нормально, но красный нельзя, а у нас дома красная паста, с красной химией, я говорю, слушай, во-первых, это зависит от того, какую ты дозу взял, во-вторых, если ты нанес только на маленькое количество на зубки, и быстренько поочистил, и быстренько все смыл, в рот, это так сильно не впитывается, но он знает, какую дозу я показываю, там просто микроскопическую дозу, практически пасты не видно, и вот, а сейчас же, понимаете, тенденция рекламы, как они сейчас стали говорить, все, в зубных пастах химия, люди глотают столько химии, так зубные пасты накладывают, вот, вот, и можно ее наложить, вот, вот такую дозу, да, с миллимикрон ногтя, можно вот с фаланг пальца, как вы думаете, фаланг пальца доза попадет в тебе в организм, и миллимикрон, ну, это разные дозы, и, соответственно, реакция в организме будет разная, я хочу этот эфир сохранить, для того, чтобы люди поняли, почему нельзя ставить винир, в каких случаях, поэтому давайте, я раскрою этот вопрос до конца, потом еще пройдусь по вашим вопросам, ребята, а самое классное, что 25 числа у нас стартует марафон, и все, кто хочет не вестись на рекламы, на ненужные средства, кто поймет, как вообще гораздо проще соблюдаться, или вот мне, а, кстати, мне пришел вопрос, Олесе, какую зубную щетку купить, какая электрическая зубная щетка хорошая, у меня в марафоне прям сравнение зубных щеток, но самое важное, что когда вы выполняете задание, вы понимаете, как любой щеткой, даже самой обычной, какие нужны алгоритмы, вообще, когда я училась в медицинском, в Казанском медицинском университете, я помню, у нас была брошюрка по профилактике, и там было даже, например, 8 методов лечения одного, чистки зубов, такой метод Лаврова, метод там такого, метод Сякова, так каждый метод был основан на правильной чистке полости рта, и у меня в марафоне настолько продуманный метод, который объединяет, чтобы вы не пропустили ни одну поверхность, чтобы вы знали, где пропускают 99% людей, что пропускают люди, что они не знают, и вам уже не нужно будет, знаете, бесполезные какие-то методы изучать, когда у вас будет комплексный подход на опыте 20 лет, плюс знания еще, я не знаю, знания из прошлых веков, которые модифицированы к новому поколению. Можно листать брейк, а это я перелистала, да. Итак, давайте, вы поняли, да, ткани вокруг зуба, неровности, воспаления вокруг зуба не позволят вам поставить винир. Ранние леченные пломбы не позволят вам тонкую пластинку на зуб приклеиться, только на идеальный здоровый зуб. Если есть пломбы, винир невозможно поставить. Если вы пришли к волрачу и говорите, я хочу смайл дизайн, я хочу винира, это неправда. Невозможно, невозможно. значит, это коронки. И, как правило, пациент не видит, насколько его зубы обтачивают, что происходит с зубами. Смотрите, вот та поверхность, которая остается вдоль десны, вот она очень важна. Если врач проклеивает коронку специальным клеем, мы его называем цементом, он бывает цветовой цемент, то есть вот этот культя зуба, вот эта обточенная штука культя зуба, на нее одевается коронка. Коронка – это колпачок. Люди часто боятся коронок, а кричат, «О, мне коронки уже предлагают!» Коронки есть просто удивительно, замечательные, классные. Но, почему появился такой негатив от колуронок? Потому что, как раз вот это место прикрепления коронки к культи, оно на мелком уровне должно очень точно соответствовать. если вдруг какой-то цемент попал, неровность какая-то, то человек приходит через 5-10 лет, а у него там дыра, корень прогнил. Так вот, при уходе правильно, коронки, импланты, мосты, вы все можете сохранить, потому что вы вот этот переход, десны, коронки и зубы, будете гармонично, правильно очищать. Если там не идет размножение бактериальной бляшки, соответственно, вы там через 15 лет обновите по новым технологиям коронку. И наоборот. Если нет, вы потеряете зубы, а потом вместе с зубом кость, а когда вы теряете кость, то от каждого зуба, представляете, от каждого зуба, вот здесь соединяется с нервом большим, идет в мозг, каждый зубик сообщает информацию, что происходит с полостью рта. Поэтому каждый зубик важен. Но если вдруг у вас уже 1, 2, 3 импланты, не делайте так, чтобы у вас есть рот имплантов, а потом вы теряете имплант. И сейчас все больше и больше стоматологов и нас учат так, вот в медицинском университете, в котором я учусь, нас учат так, что имплант, вот у вас приходил такой зуб, чтобы поковырять такой зуб, ужасный, полуубитый, еще индодонтия, 2 тысячи долларов, а удалил имплант, поставил больше гарантий и склоняют людей к тому, чтобы поставить имплант более целесообразно по гарантиям и по деньгам, ой, да, по деньгам и по времени, потому что вот в таком зубе поковыряли за 2 тысячи долларов, не факт, он простоит 15 лет и простоит год, а ты 2 тысячи долларов заплатил. И здесь очень развитая, в России сейчас идет судебная медицина, да, то есть пациент говорит, я 2 тысячи долларов заплатил, а он мне через год развалился, в смысле, я что, выкинул деньги на ветер, да, и получается, что врач говорит, ну ладно, давай ставь имплант, а причину-то не устранили, из-за того, с чего разрушился у вас зуб, вы бежите и потом теряете имплант. Имплант может во рту стоять так же, как ваш зуб в 100 лет, 100 лет, но ваш зуб стоит в специальной связочке вокруг зуба, да, эта связочка имеет нервное окончание и передает информацию в кость. Имплант сращивается с костью, анкелозным сращением, этой связочки нет, нервных окончаний нет, вы не чувствуете имплант, поэтому врач убирает имплант от нагрузки, он не передает, он основную только вертикальную жевательную нагрузку выполняет, но никакой информации, чувствительности нет, понимаете? В общем, печальная история, у меня недавно была марафонщица, она молодая, ей даже 25 лет, она поставила виниры, улыбка красивая, виниры хорошие, но дальние зубы, она не поняла, как правильно очищать, вот сейчас прошла марафон, после того, как она потеряла уже два зуба, после красивой улыбки, у нее один зуб через полтора года заменили на имплант, опять же, вот это соединение винира с зубом было с небольшим количеством цемента, самое большое нарушение, да, сейчас, чем выше работа врача, врачи-ортопеды, которые фиксируют коронки, на имплантах под микроскопом работают, тем выше их уст, когда мне, я вижу рекламу, поставим коронку за 10 тысяч рублей, ну, я все, я даже не смотрю это, и меня, меня разочаровывает, что вот настолько медицина, и в той же Москве есть винир, который стоит 150 тысяч рублей, один зуб, и в Майами так же, и когда мне люди, вот сейчас я переписывала с одним очень хорошим доктором, он преподает, и он мне пишет, ой, у меня клиенты из Майами приезжают, у вас там, типа, не очень, вот в России сейчас, технологии так, и тут то же самое, сюда приезжает к нам в институт, и мне преподатель говорит, боже, какая у вас медицина там в России, вообще да подобно, то есть, с красивыми зубами, ухоженными зубами, пациент пришел один раз, и забыл про доктора, а он, а с плохими зубами, он мучается, и мучается, и мучается, ищет докторов по цене, ну, дай вот этот, вот этот подешевле делает, вот этот подешевле делает, и вот эти все по кругу выпускают этого пациента, потом судят по медицине, она настолько разная во всех углах, или там врач говорит, ой, у меня из Турции прилетают, из Дубаев прилетают, такие зубы ужасные у пациента, потому что к тебе летает пациент, который собирал по ценникам врачей, и он, соответственно, у него во рту все что угодно, можно любой опыт, любого врача найти. Ребята, если не хотите в это попадаться, я вас прошу, бегом, бегом писать в директ, я хочу на марафон, я хочу быть здоровым, 25 числа мы стартуем, и вы от этого, от этой всей катаваси избавитесь. Зубы тщательно чищу, чтобы не воняло, а так уже год так хожу. На самом деле, вот классно провоняло, я вчера захожу в магазин русский, идет впереди, но мне кажется, это не русская пара, молодые люди, ну 30 нет, короче, чуть больше метров впереди от меня, а гнойный запах изо рта, шлейф такой, что я просто, меня шатает, и я думаю, блин, это девушка или, ну они вдвоем, мужчины и девушки, я думаю, от кого из них так воняет, и я дыхание приоткрыла, короче, быстрее хочу их обойти, а потом, когда к кассе подхожу, они опять впереди меня, короче, этот шлейф, и они еще такие молодые, я, у меня, вот воняло, так воняло, ребят, и самое классное, что, понимаете, вот вы говорите, я тщательно зубы чищу, но вы опять совершаете ошибку, вот ту видимую часть, которую вы зубов видите, вы ее драете, в итоге вы ее сотрете, а та невидимая часть, по которой живет бактерия, вонючая самая, анаэробная бактерия, она живет вашему глазу недоступно, это только поняв знание, вы можете ее краменно вычистить, если вы берете много зубной пасты, там, прочищаете ирригатором, щеткой драете, вы первый слой выдраиваете, и вам кажется свежесть более-менее, на самом деле, нужно именно внутренний слой прочистить, нужно ли очищать организм все время от того, что импланты во рту, ощелачивать организм все время, нет, титан, очень инертный материал, он вообще не вызывает кислотность, кислотность у нас вызывает ваши привычки, чай, кофе потанцуем, сахар, продукты, которые окисляют организм, импланты не влияют на это, есть ли смысл полоскать маслом полосица, тоже, такой вопрос, миллион людей задает его, одно время, американские блогеры, его, этот, освещали, доказательная медицина, даже провела исследование, и сказали, что этот метр, не доказал, свою эффективность, но я считаю, что в нем нет никакого вреда. Папа, позвонишь, пожалуйста, папе, чтобы он, типа, что он не давал, нет, включай мне. Хорошо, сыночка. А феномен, что, только вопрос, ребята, я вышла на 20 минут, а феномен, что я сладко обожаю, зубы больше, до сих пор все красивые. Сладко разрушает коллаген. Если вы сейчас до 30 лет, и у вас еще справляется ваш организм, это классно, но поверьте, в 50 лет этого не будет. Поэтому, а вообще, знаете, не хочу вам мешать установку, пусть верьте в это. Вообще, я верю в то, что человек иногда заморачивается слишком. А вообще, я рекомендую вам пройти в марафон и не заморачиваться дальше. Вот. Как часто можно делать чистку зубов? Уже отвечала на этот вопрос. Вот. Отвечала вопрос, перейти в эфир, ребята. я сохраню эфир. Мне менеджер сказал, что меня какая-то компания, 100 самых полезных блогеров в России, скачивает мои эфиры и запускает в ютубе. Так что, действительно, люди считают, что я очень много полезной информации даю. Пересмотрите эфир. Так, спасибо большое. Красивый цвет. Я вчера купила эту рубашку в Заре. У меня есть еще такая с такого другого бренда, итальянского. в четыре раза дороже или в пять, даже в восемь раз дороже. В общем, купила я эту рубашку, а может, что это за цвет такой? Я говорю, ты еще на мне не видел. Посмотри. А у меня есть такая желтая, но я забыла этот бренд. Ну, в общем, я поняла, что иногда можно на Заре покупать. А, ну, Зара сейчас в России не защитная, ребят. Зубы загнил, удалять боюсь. Можно ли так? Что происходит, а? Вы глотаете инфекцию в полость рта, она попадает в ваши суставы, сердце, выделительные органы. Вы, эта бактериальная бляшка попадает, у вас могут с возраста начаться проблемы с почками, печень, это все перерабатывает, эти зоксины. Вам нужно пройти мой марафон, потому что у меня есть подбор правильных докторов, да? Пройти марафон, успокоиться, выбрать себе доктора, который очень хорошо разбирается в анестезии, потому что современные доктора могут сделать анестезию так, что вы даже ничего не почувствуете. Само удаление пройдет супер гладко. Если вы после удаления не курите, горячие, холодные, все там, соблюдайте все рекомендации, которые грамотный врач вам сказал, да, что происходит? После удаления у нас появляется сгусток крови. Вот этот сгусток крови содержит в себе гроус-фактор, с фактором роста. А из этих факторов роста начинают образовываться новые кости, новые эпители, и десна начинает заживать. Так вот, если вы этот сгусток сохраните, да, он сохраняется просто при правильных рекомендациях. Это спокойствие после удаления, это не без алкоголя, без температурных смен, у вас все гладко заживает, ну, один-два дня на обезболивающих. Если вы вдруг покурили, понервничали, потеряли этот сгусток, самое опасное после удаления это заживление. Само удаление происходит на сегодняшний день безболезненно. В любой уважающей себя клинике вы придете, вы скажете, что я так долго терпел, эту инфекцию глотал. И, соответственно, вы целуетесь, передаете всю эту инфекцию своему партнеру. Если вы пьете с одного стакана со своими детьми, вы передаете свою инфекцию. Опасно очень незапротезированные бабушки, дедушки в семье, родители. Когда мне показывает жена свою улыбку, а потом показывает мужа, я думаю, блин, как они сексом занимаются? Потому что все это перекрестные инфекции, которые друг друга передаются только так. Все, что есть в полости рта, все на гениталиях откладывается, ребят. Очень много смежных заболеваний, герпеса, кандидоза, все это, что в полости рта, на гениталии у вас будет. Если вы хотите качественный образ жизни, качественные отношения к своему телу, вы должны содержать полость рта и все эти органы в порядке, в чистоте. Соответственно, тогда вы будете только изобилие от этого всего получать. Понятно? Итак, я заканчиваю, потому что у меня созвон, сейчас консультация будет и я уже... Как выбрать доктора в Турции? Из разных городов и стран можно составить список полезных для всех. Нет, уж спасибо, этим я не занимаюсь, ребята. Или как мне одна пишет. Ребят, у меня в год образования, да, ну просто 127 что ли, я даже эту цифру боюсь запоминать, в год. И мне напишет, ой, Олеся с Москвой, это знакомая, 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 я ее с детства знаю, она мне пишет, вот я сейчас летала в этот, называют какую-то странную сумму, ну там, 30 тысяч рублей что ли, я слетала в Турцию, все зубы залечила, в Москве бы у меня даже один зуб за эту сумму не вылечил, я все зубы, этот доктор тоже учился в Америке, я чуть не упала. Если бы доктор учился в Америке, он бы за 500 долларов всю полость рта бы тебе не вылечил. Просто, блядь, логику включите. Если он какие-то курсы онлайн прошел, или один раз слетал на выставку, отдыхая в Америке, слетал и побывал на каких-то курсах, тогда еще может быть. И после этих перелетов я учился в Америке, ну извините меня, 4 года с утра до вечера находиться в университете, где лучшие технологии, он точно этого не делал, он не будет, то у него консультация 500 долларов будет стоить. Понимаете? Доктор, которому можно доверять. Ребята, ребята, таких докторов очень много, очень много, но, поверьте, у них консультации начинаются от 500 долларов. Вот. поэтому тут зависит от вашего кошелька. Как выбрать доктора-то? У меня есть отдельный урок на марафоне, как выбрать доктора. К сожалению, это за 15-30 минут не расскажешь. Есть ли хорошие стоматологи без американского образования? Они есть, есть, но иногда они узкоспециализированы, то есть они не видят в полусте рта комплексно, да, то есть они видят свое... Вот я в России занималась реставрациями, я только реставрации, я замечательно их делала, но когда я понимала свои ограничения, да, что я вот здесь не могу, там не могу, я потом выучилась на ортодонта, поняла, что я это тоже не... комплексного взгляда уже нет. То есть челюстно-лицевой аппарат, он настолько взаимосвязан с телом, у нас сейчас вообще в институте дается образование остеопастоматолог, то есть настолько это все взаимосвязано, понимаете. В России очень много хороших докторов, очень много, но, как правило, эти доктора уже точечно специализируются на том, что они делают, и к ним уже попадают по сарафановому радио за какой-то спецификой, и эти доктора стоят не дешевле, чем в Америке, поверьте. Десна вокруг импланты свисает, не держится, раскрывается как мешочек. Стоматолог убрал коронку с импланта временно, и десна стал лучше заживать. Да, потому что коллаген десны вокруг имплант полноценно не садится. Это зависит от того, насколько переход гармоничный между коронкой и имплантом, есть ли какие-то зазоры, отложения цемента, и как вы за этим ухаживаете. Потому что я видела очень много случаев, когда действительно реставрация недостойная, есть какие-то дефекты, возможно, доктору было сложно подлезть или проследить за этим моментом, но уход пациента такой хороший, что у него все стоит. Понимаете, бактериальная бляшка не размножается, и десна очень плотная. И наоборот. Иногда врач старается, 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 а человек занят, ему некуда. Надо бегом, ребята, на марафон, тем более у нас последний поток стартует, дальше у меня другие проекты начинаются. А сейчас перед каникулами последний старт, так что я вся ваша. каникулы и старт марафона. Всех целую, всем пока. У меня вот прям через 4 минуты начинается созвон. И я надеюсь, я раскрыла тему, и вы не попадете в эту удочку, пошел поставил винир. Это там сложное лечение должно пройти сначала. Всех целую, всем пока.